Добрый день! Это Клуб Сплоских. Сегодня у нас будет обзор моделей из игры Conquest Last Argument of Kings. Это только что вышедшая или выходящая на данный момент фракция Двигном Ardent Kerovich. Один из героев, которые представлены в игре. Основные отряды в игре пластиковые. Герои идут в отдельных упаковках по несколько штук. Сделаны они, как и редко бывает, на Кипре. Сейчас мы посмотрим непосредственно с той же самой коробки. Здесь есть сама модель. Это вот такой вот белый, кстати, очень детализированный эпоксид и сама карточка. Карточка, в принципе, обладает названием и QR-код и все. QR-код понадобится потом, потому что сейчас он еще не применяется, но далее он будет уже анонсированным онлайн милдере применяться непосредственно для чтения и простоты использования карты. Сама модель. Мне попалось две модели, поэтому сразу могу сказать, забегая наперед, что для меня не новость этой модели. У меня есть уже одна собранная и покрашенная. изначально качество очень высокая. Уже даже на основе того, что я видел. Детализация очень высокая. Да, это явно сделано трехмерным скульптом. Очень, ну как вот видно, шва толком не видно. То есть, качество модели в данном случае, поскольку я уже видел их несколько одинаковых, никакого проблемы нету. Эпоксид, вот он, его надо просто помнить. Такие уже есть модели, которые выпускаются. Он просто будет немного ломким, если на него нажимать. Некоторые бывают очень пружинистый эпоксид, этот более крохкий, но зато он позволяет, как мы видим, делать достаточно высокую детализацию. Вот. В принципе, эта модель, можно сказать, относительно простая по количеству деталей. Одна рука, вторая и вот такой вот деталь, которую он носит на спине. Эта модель считается магом, поэтому у него немножко такие вот слоеобразные. Более бронированные бывают модели в этой игре. Что касается размера. Вот здесь мы возьмем именно не собранную модель. Можете видеть, что, в принципе, для модели гнома, ну, это если даже не считать его верхней части, он практически 4 сантиметра. Если вот возьмем собранного и покрашенного, подставки тоже померяем, да, там он уже даже 5 перехватывает. То есть, если вы хотите сравнение, то по сравнению, например, со старыми классическими гномами Games Workshop, он, ну, в два раза больше. И, в принципе, он, можно сказать, как десантник, то и даже больше его. Поэтому здесь гномы достаточно крупные. Детализация очень хорошая, как мы видим, вот, и когда он собранный. Собирается очень легко. Никаких, ну, шпаклевки или чего-то остального он не требует. Собирается он на суперклей. Его не будет, это как обыкновенный эпоксид, его не будет держать какой-либо клей для пластика. Это не пластиковая модель. Ну, и вот стандартная параболомская подставка, которая идет с ним. Данная модель мне очень понравилась, поэтому, в принципе, мы будем делать и дальше обзоры моделей, ну, непосредственно Last Argument of the King Conquest'а, только уже будут, скорее всего, чередоваться с другими фракциями. Поэтому вот такая чудесная модель, которую мы недавно получили. Видите? Всем спасибо за просмотр. Это был Клуб Спаскейп. Оставайтесь с нами, смотрите наш новый обзор.